Сегодняшний день, неделя перед Воздвижным, уже Святая Церковь начинает праздновать один из важнейших праздников Церковного Года, Воздвижник Христа Господня. Сегодняшний день, в силу большого значения для христианина, крестной жертвы Христа Спасителя, я хочу остановиться на стене, которая сегодня звучала не только у нас в храме, а вообще во всех наших русских храмах православных. Повествует Евангелеский Иоанн слова Христа Спасителя. Никто не восходил на небо, как только шедрый с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. Здесь речь идет о Вознесении Господнем. Как Господь сошел с небес, так Он и вознес на небо. И далее Он напоминает. Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно Вознесену быть Сыну Человеческого. Да всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как же происходит? Как Господь вознесся, мы знаем. Вот Евангелист Лука повествует о том, что вот на горе Илеонской собрались апостолы, Господь их благословил, и вдруг стал подниматься на глазах их на воздух, потом все выше, 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 и пока не превратился в маленькую точку, а потом исчез. Вот они так стояли, можно сказать, раскрывши рот. И были в таком и ужасе, и в недоумении, в смятении. И явились им ангелы, и пророчествовали о том, что вот, как вы видели вот сейчас, Сыну Человеческого, поднимающийся на небесах, вот так и будет второе пришествие Христа Спасителя, когда Он придет с небес. Уже не как Сын Иосифа Плотника, и Дева Мария, как Он явился, родился на земле, как простой человек. А вернется вот во всей своей небесной славе. Вот это дивное зрелище давно было видеть только ученикам Христовым. Потому что, ну, никакого смысла в том, что видеть это человеку не христианину, ну, нет, ну, человек улетел. Ну, собственно, что из этого следует? Если человек не верует во Христа, Сына Божия, то действительно из этого вроде что не следует. Чудо? Ну да, чудо. Но, а ведь такого еще не было в истории, чтобы чудо кого-то к чему-то обращало, само по себе. Обращает, укрепляет уже в вере какое-то чудесное событие. Это, безусловно, у каждого из нас с вами, а если приглядываться, то вообще-то каждый день совершатся всякие чудеса. И мы, в общем, к этому даже довольно привыкли. Ну, к совершенно, там, необъяснимым, ни с какой точки зрения, там, явления. Вот. Которые с точки зрения какой-то такой рациональный, известно научный, ну, просто невозможные. Вот. Но, тем не менее, если человек во Христа не верует, то это, собственно, никак на его жизнь не влияет. Действительно, я вот, даже, в Евангелии есть такие слова, в притче о богатом Лазаре, сказано, что если и мертвый воскреснут, то все равно человек не поверит. И я сам был свидетелем такого случая, когда я еще не был священником, работал в одном управлении, и там вот одна женщина, сотрудница моя, мы с ней в одной комнате сидели, рассказывал, что она видела вот такое видение. Фея явился прям в углу комнаты, вживую она ощутила ее усопшую. Не то родственник, не то знакомый, я его сейчас не помню. Вот. Ну и что? Моему уважаемому, надеюсь, что она и сейчас жива, Лиде Трофимовну, это на что-то подвигнуло, абсолютно ни на что. Она со мной поделилась, зная, что я верующий в храм хожу, и так сказать, вот такое событие. Но чтобы самой пойти там, принять святое крещение, там, или Евангелие почитать, ну, это никак не срочно. Ну, было явление, усопшую, ну да, ее это так выразило, ну да, она там испугалась, ну да, она там хотела всякие вопросы спросить, и что-то такое спросила, я как смог ей ответить, но это никак не отразилось на жизни. И поэтому Господь, Он так, если Ему, как бы, по ходу своей проповеди и вынужден был делать какие-то чудеса, то Он старался это делать как можно незаметнее. Вот. И чтобы этому были очевидцы только избранные. И это старался делать даже не сам. Вот возникла ситуация, когда нужно ему пять тысяч хлебом накормить. А Он, Апостол, Говорит, Вы дайте им есть. Вот. Чтобы это было через них. Чтобы никто не подумал, что здесь вообще так чудесным образом хлеб раздают. Народу, ну, какая разница? Хлеб раздают, да и раздают. Вот. Ну, откуда там в пустыне хлеб? А может, смос хлеб торга завезли. Какая там разница? Главное, хлеб поедем. А что там за этим стоит, в общем, не так вообще-то людей особо не волнует. Волнует то, что есть хочется. Вот это, так сказать, реальность. И Господь недаром здесь напоминает о Моисеи и о змее, которую вознес в пустыне. Потому что змей, вознесенный на кресте от пустыни, он явился прообразом. А почему змей? Потому что, во-первых, змей символ мудрости, а Господь Сам, Слово Божие, это воплощенная премудрость Божия. А во-вторых, змей, это и есть символ грехопадения человека. И поэтому на кресте змей, это пригвождение к кресту наших согрешений. Вот так происходит спасение. И Господь об этом напоминает. Дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. А почему вот только для верующих? Вот неверующих людей почему-то это очень беспокоен. Вот странное какое-то явление. Неверующие люди, допустим, очень беспокоены тем, что, дескать, Льва Толстого там от церкви отлучили. Ну, собственно, какая тебе разница? А потом, ну, во-первых, его никто не отлучал, если уж на то пошло. Ну, так он сам даже в завещании просил, чтобы его не отпевали, чтобы креста не ставили. Ну, сам лично всех просил. Вообще не хотел вообще к церкви не иметь никакого отношения. Но почему-то людей вот это беспокоит. Или какому-то журналисту скажет, ну, вот, голубчик, тебя ждет преисподняя. Почему он так нервничает? Ты же не веруешь ни во что, церковь не любишь, ничего, то, что здесь происходит, тебе неприятно, для тебя это все неприемлемо, тебя это все раздражает. А тебе скажут, что тебя ждет преисподняя, нервничает, значит, обижаться, значит, ругаться. Ну, если ничего нет, то что ты тогда, как нервничаешь? А на самом деле, действительно, неверующих людей нет. Нет. Недавно присутствовал при идеологии с одним голландцем. Я, говорит, вообще-то протестант, так по происхождению, но я, говорит, в Бога не верю. Стали на него нажимать. Да быть такого не может, чтобы в Бога не верил. Ну, вообще-то верно. То есть, вот стоит поднажать на человека, и на самом деле, все это такое поверхностное, с человеком, чем он хорохорится, от чего, с него слетает, если удастся как-то с ним договориться до каких-то серьезных вещей. Вот это тоже очень интересно. Но, одно дело, вера в Бога, которое для всякого умственно здравого человека, она и понятна, и естественна, и очень нормальна. Если действительно неверующий человек под полностью, это, конечно, больно. И, наверное, тут даже и лечить невозможно, потому что, вообще-то, патология, и очень редко встречается. Вот, ну, чтобы он совсем ничего, никакой мистической стороны, потусторонней, сверхъестественной, чтобы человек не чувствовал. Ну, так, ну, просто не бывает. Замечающий, наверное, исключительный. Вот, но все равно это совсем не та вера, о которой сказано вот в этом отрывке Евангелия от Иоанна. Потому что вер разных много. Даже сами люди свидетельствуют, что у меня своя вера, у меня свой Бог, я считаю, что надо так. И даже внутри церкви, внутри одного учения, часто бывает очень большая разноголосица. Она с чем связана? Ну, с тем, что все люди в результате греха они стали очень гордые. А гордые становятся, ведь когда гордый человек, он не может быть просто гордым, он одновременно становится, к сожалению, и глупым. Вот. И поэтому никак не может расширить вот сектор своего видения и может смотреть исключительно, ну, нельзя сказать со своей колокольни, потому что это уже очень невысокий такой обзор, ну, со своей почки. Вот. И ему кажется, вот, что как он чувствует, как он понимает, как он видит, вот это вот только так и правильно. поэтому очень часто можно слышать аргументы. Вот. Моя бабушка была очень верующим человеком, и она делала так. Ну, а почему ты решил, что вот, если бабушка, как тебе казалось, бабушка давно умерла, когда было пять лет человеку, ну, вот, что-то кажется, что вот это так, как она делала, это было так. А может это вот не только совсем не так, а даже и наоборот. Не задумывался человек? Нет, вот, как-то ему представится, что вот этот аргумент, потому что с бабушкой какое-то теплое воспоминание связано, и вот эта теплота, она для человека является каким-то аргументом истины. Ну, это же совсем не так. Это есть только один критерий истины. Сам Бог. Господь Иисус Христос так про Себя к Своим ученикам и говорил, я есть путь истина и жизнь. А все остальное это досужие домыслы человека, личное его творчество в этом направлении, помноженное на его невежество, потому что это такое стихийное, совершенно необработанное какое-то развитие. Ну, представим себе, сотрудник мыльного завода из отдела сбыта начинает рассуждать об астрономии. Хотя кончил 8 классов, а астрономия в 11. Ну, вот и вот так вот обычный человек он о богословии начинает о духовной жизни, об исцелении, о священном писании начинает рассуждать. Вот такой уровень рассуждения. Или какой-нибудь обозреватель начинает говорить о политике. Что ты, голубчик, можешь обозреть, кроме газет? Извини меня. Какие тайные пружины вообще политика тебе может известна? Если дипломаты очень большого уровня, и то в политике ничего не понимают. Почему? Потому что политикой занимаются только те люди, у которых в руках реальные деньги. И больше никто. Вот это все-таки политика. А люди рассуждают, обсуждают. я международник, я там два языка знаю, я там там и там был. Что ты милый знаешь? Это просто наивное дело. Вот. Но мы немножко отвлеклись от нашей главной дела. А наше главное дело в церкви это спасение души. И от чего надо ее спасти? Душу надо спасти от греха. от греха. И вот дьявол он постоянно человек хочет от этого занятия отвлечь. Чтоб человек занялся чем угодно. Только нет спасения собственной души. Поэтому Господь пришел хотя и ко всем людям. И действительно он всех хочет спасти. И все чтобы занимались не какими-то благоглупостями, а занимались спасением собственной души. Потому что это действительно вот та вечность которая перед нами лежит. Мы так вот об этом забываем и нет даже надеяться типа вот вроде умру там и отдохну. Все мои заботы там здесь кончатся и так далее. Нет наша земная жизнь это как вот внутриутробное развитие для эмбрионных человек. Вот он там 9 месяцев развивается а потом рождается на свет Божий. И вот наша земная жизнь это тоже такое духовное внутриутробное развитие. Но на самом деле тоже у нас как младенец в утробе матери вверх ногами существует. Так и мы здесь мало что понимаем много что не успеваем и время тратим часто совсем не на то. И вот Господь пришел к землю стал человеком для того чтобы обратить внимание на самые главные проблемы. Вот чем должны мы люди быть озабочены. Вот для этого он пришел. чтобы никто не погиб но имел жизнь вечную. А что такое жизнь вечная? Потому что каждый человек однажды родившийся он уже не стрелит. Вот наше бытие оно теперь уже бесконечно. Но ведь правильно есть такое присловие часто человек опечально какими-то событиями обстоятельствами болезнями говорит да разве это жизнь как бы печалуется о самом бытии. Так и жизнь вне творца это есть вот такое несчастное сиротство. и конечно Господь пришел на землю для того чтобы воссоединить чтобы каждого человека ну кто захочет конечно взять на небеса. Никто не восходил на небо как только Сын человеческий сшедший с небес. Так он сошел с небес не только для того чтобы опять туда зайти а для того чтобы всех своих учеников взять с собой вот что он хочет. А препятствует этому греху потому что состояние нашей души оно никак не соответствует тому небесному устройству которое там. Поэтому Господь научил своих учеников молитвы да будет воля твоя як уже на небеси и на земле. Вот как на небесах в духовном мире все происходит так вот по воле Божьей так вот и на земле должно быть. Но это не значит что все люди обязательно подчинятся воле Божьей и так на земле рай возник. Наоборот. все с каждым веком все хуже и хуже все подлее и подлее все без жалостей и и без пардоней и так далее и так далее и так далее. следует и не слышит голоса Христа Спасителя который его хочет спасти. А как же тогда спасти? Однажды спросили апостолы у Христа он говорит а человеком это невозможно. Поэтому и пришел в мир Спаситель чтобы спасать. Самому без Христа это невозможно. А с Христом можно соединиться только через церковь. Приобщиться можно только через церковь. Через Таинство. Через Слово Божие. Через того чтобы послужить Христу Господь то что сделали одному из малых сих то сделали мне. Эй малый пойди сюда я тебе там что-нибудь сделаю. На сделаю сделал самому Христа. Вот если у человека есть это желание стремление он старается вот так вот исполнить волю Божию будучи человеком грешным тогда Господь его и спасает. Ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сыну Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную. Это все делается Богом Отцом по любви которой мы так сказать не встречаем при встрече с людьми потому что ну не хватает ни разумности ни терпения ни самопожертвования но все-таки какое-то понятие о любви есть потому что каждый из нас кого-то любит но если уж бывает так что никого не любит то по крайней мере есть того которого он очень не любит но теперь представь себе что это противоположные чувства в этом случае от противного и то понятие о любви есть ну может книжки читал или кино про любовь смотрел вот где ну любовь так сказать поднимается как бы высшей сферы обычно в кино показывают только низшую сферу любви до пояса вот а так вот если показывают а какой-то сердечной жизни умственной такой тоже встречается с кинематом и вот какой путь любовь Божия прошла не только Дева Богородица любила Бога не только родители Бога любили что любили Его больше чем Ее то есть они еще не будучи христианами не родился на земле первый христианин Господь наш Иисус Христос но уже возлюбили Бога чем собственное дитя причем мало а Господь как сказал что только если любовь ваша превозможна любовь к жене к детям вообще самого что есть дорогая а если Бога будешь любить больше вот только тогда сможешь быть своим учеником они как бы и не учащи еще даже не в первом классе этой христианской школы они уже оказались способны на такую жертву и вот эта жертва и принесла такой добрый недаром святая церковь воздвижен Христа Господня этому празднику который как бы находится вне событий земной жизни Христа Спасителя но стоит на такую высоту что даже уравнив с праздником Рождества Христова Богоявления существует неделя перед воздвижением недели после праздник растягивается на большой полумесячный период церковной литургической жизни отчего это потому что чтобы предел Богослужение так оно устроено как школу чтобы каждый кто посещает эту школу понял и почувствовал что без вот этой жертвенной готовности следовать по стопам заповедным Христовым спасти душный вас что очень нужно много потерпеть нужно посмиряться нужно пострадать нужно заставлять себя делать добро вопреки собственным эгоистическим представлениям нужно от многого откатываться и от греха конечно в первую почему ну мы люди грешные а грех он для нас имеет такое ну вожделение вот трезвый человек он не понимает но что он пьет или допустим человек который никогда в карту не играл он вообще даже не понимает ну как то можно взять сидеть там за столом в карту играть и все проиграть и оставить без еды там жену детей ну ладно один раз проигрался это любой может попасться в переходе так сказать и без всего остаться ну взрослые солидные люди и сейчас думают пришли люди и будут сейчас нам благодетельствовать устроили такую игру чтобы нам денег дать это ж надо какие добрые это где ж таких отыскать если бы они хотели нам дать они просто взяли бы и дали да и то подозрительно не ворованный или не фальшивый чейпион откуда вдруг такая любовь а раз игра так это не с целью того чтобы как-то ты выиграл это же просто смешно иначе почему казино такие всякие богатые у них там призы это откуда это они шиницу посели урожай собрали прибыль получили и так сказать бедным дали и еще и казино построили на оставшиеся деньги так что да нет конечно это же совершенно очевидно человек садящийся играть в карты он либо жулик либо дурак другого не бывает а попробует скажи игроку он говорит да я ничего с собой сделать не могу я все понимаю но я уже попался это как алкоголик как наркоман как игрок набегал как любая страсть когда охватывает человека будь он семи пядей во лбу он у Федора Михайловича Достоевского вот какой лоб а что толку проигрывался в пук и прав и ничего с собой сделал не успевал романы писать ведь да раз у меня время если бы было я разбит так бы писал в 10 раз бы лучше писал а он не мог некогда потому что видите торопит давай пиши дальше уже издавать надо а ему некогда потому что он играет даже роман написал игрок кто кому интересно могут почитать вообще очень такая во многом поучительная вещь хотя считается не самое такое лучшее произведение но вот этот аспект очень он описал и хорошо вот вот чем он не может человек и грех властвует над человеком и он не может от него освободить кто может освободить только христа если человек будет просить его молиться господь ты меня от этого спаси если он действительно захочет и Господь увидит что человек действительно хочет спасти Господь даст ему эту ослабу обязательно даст потому что он сам сказал ну представь себе вот вы люди такие плохие злые противные и то вот сынок у вас попросит хлеба но неужели вы ему подадите камень или попросит рыбы а вы вместо рыбы змею чтоб она укусилась но вы же так не делаете вы будете людьми злыми и то детям все таки никогда такую гадость не сделаете что вместо хлеба камень а вместо рыбы змея кольми пачи отец ваш небес поэтому если человек хочет чтобы его спасли он будет молиться и он будет верить он будет надеяться и это обязательно случится может быть не сразу потому что Господь хочет убедиться в твердых намерениях данного человека это таина почему бывает что человек помолился и сразу Господь исполняет а иногда нужно долго об этом просить поэтому будем в этом усердствовать и пусть Господь нам поможет за молитв и что горохи ходит Продолжение следует...